здравствуйте дети тема нашего занятия филин вы скажете филин и сова это одно и то же вот я раньше тоже так же думала но я очень много перечитала разные литературы поговорила с охотниками и все мне сказали филин и сова это разные птицы конечно сыч филин сова коршун ястреб это все семейство хищных птиц они в небе летают высоко очень высоко видят очень хорошо 50 раз видит лучше с чем человек живут очень долго до 40 лет и если филин увидит добычу на земле он камнем падает и ловит ее вот такой филин может и задрать зайца поймать утку на лету может маленького поросенка дикого задрать и унести у него очень крепкий клюв очень цепкие когти а еще ребята я научу вас знаете чему чтобы вы сумели в природе отличить где филин а где сова филин всегда стоит вот так столбиком а сама ходит по полянке как корочка и вы сразу это все вспомните мои слова и отличите вот такую поделку филина нам с вами надо сделать посмотрите какой филин стоит это филин полярный вообще-то филин а живут везде даже до африки да куда ни кинь везде филин и любой филин есть в области и на юге и на севере и везде даже в африке я когда прочитала это была очень удивлена посмотрите какой филин а посмотрите здесь какой красивый маленький необычный может вы тоже найдете такие какие-то украшения и тоже будете вот так же все откладывает и потом будете любоваться ну вот дети я познакомила вас с темой занятия филин нам для занятия понадобится скалочка вода клей кисточки краски фломастеры влажные салфеточки простой карандаш тесто самое главное соленое тесто дети вы знаете что тесто бывает разное бывает пельменное бисквитное слоеное много разного теста и песочное вообще вы тогда много-много мне всегда называете видов теста но у нас будет соленое скажите соленое тесто кушать можно правильно нельзя для того чтобы приготовить соленое тесто нам понадобятся такие ингредиенты как два стакана муки стакан соли стакан воды и мы посуда мы должны одеть фартуки на рукавники выбрать место где мы будем работать и вот мы замесили это тесто тесто у нас готово мы с вами по технике безопасности сказали что тесто кушать нельзя клей кушать нельзя мы передаем стеки друг другу тупым концом таким концом передавать нельзя только тупым концом вот ребята все мы готовы все мы вспомнили технику безопасности посмотрели оборудование я вам все рассказала про филина сравнили его с собой и другими птицами а сейчас нам еще самое главное дети понадобится обязательно дощечка и бумага на которой мы будем выполнять поделки нам надо например сделать вот такого вот филина мы его будем с вами делать берем листочек бумаги ориентируемся на бумаге или так мы положили или так и начинаем работать для этого нам обязательно понадобится еще и простой карандаш мы должны что-то будем создать какой-то образ или веточку нарисовать или траву вспоминаем какими приемами при работе этой поделки мы будем с вами пользоваться первонаперво это разминание теста долго разминать тесто нельзя она потечет она заплачет поэтому с ним тоже нужно работать осторожно любить уважать тесто вот мы взяли кусочек теста от него отрываем кусочек теста и начинаем работать раскатываем между ладонями можно нам раскатать и скалочкой вот положили раскатали скалочкой это у нас будет туловище можем еще взять форму вырезать если нам что-то не понравилось другой какой-то формой как вы режете может быть пельмени или песочное печенье посмотрели нам все нравится берем клей и приклеиваем вот приклеили у нас уже туловище готово сейчас самое то главное я ребята вам что не сказала у филина то вот на эти вот места мы думаем что это уши а это не уши это просто секретики из перьев а ухота находится там сбоку поэтому он хорошо и слышит и видит филин и вот сейчас мы сделаем так пока тесто у нас такое пластичное слепим вот эти вот его как бы мнимые ушки когда все говорят что это ушки вот мы сделали сразу же из теста пока она влажная можем карандашиком отметить где будут глаза где будет нос берем кусочек теста раскатываем один раскатали положили вот такой кружочек 2 раскатываем такие шарики приплюснули все нравится можем приклеивать теперь сделаем сами глаза вот такие вот горошины из теста вот что у нас с вами получилось посмотрите мы можем еще взять стек и стека сделать вот здесь такие вот полосочки резные можем взять карандаш и карандашиком сделать зрачки можем также карандашиком сделать вот такие вот еще ушки красивые хотя уж и у него находится за этими перышками вот но самым интересным что здесь является дети здесь самым интересным является то что у него очень такой сильный клюв берем тесто раскатываем капельку и вот эта капелька и будет клюва вот он какой клюв посмотрите сейчас берем еще тесто нам нужно сделать два крылышка и нужно сделать две лапки раскатываем тесто капелькой вот такая капелька разминаем пальчиками вот получилось одно крылышко также лепим второе крылышко вот как у нас уже получилось если все это хорошо нравится на все приклеиваем на клей приклеили также можем взять еще стек и вот другой стороной вот этой вот стека тупой сделать вот такие резные крылышки у нас получится интересные берем еще кусочек теста разминаем раскатываем вот получилась такая колбаска делим пополам это будут лапки вот из такой капельки получилась такая вот лапка 1 и 2 делаем прорезные лапочки с коготками вот у нас какой получился очень красивый филин посмотрите дети покажите как у вас получилось дети эту поделку мы должны просушить когда она просохнет мы ее будем раскрашивать а сейчас мы можем здесь филину сделать или веточку или сучок какой-то он сидит на сучке можем нарисовать солнышко облака это у нас все эскиз мы будем с вами все потом когда высохнет раскрашивать ребята вы молодцы хорошо занимались показали мне все свои навыки что вы умеете делать а такого филина надо делать было из перыша нужно было брать маленькие кусочки теста делать из них капельки а потом эти капельки приклеивать это очень длительная сложная работа если вы пожелаете мы с вами так сделаем а пока сегодня мы с вами сделали вот такого филина спасибо вам за работу чтобы мне помогали не забудьте протереть рабочее место вымыть руки все убрать спасибо вам дети за все до свидания